ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ После небольшой фотосессии трофей поместили под стекло. Кубок чемпионата мира по футболу FIFA весит более 6 килограммов. Примечательно, что к трофею могут прикасаться только главы государств и победители чемпионатов мира. Во Владивостоке футбольную награду держать в руках мог только чемпион мира 2002 года Жильберту Сильва. Кроме него кубок сопровождали генеральный директор Кока-Кола в России Стефано Свафиидис, посол тура Кубка FIFA Виктория Лопырева и основатель фонда помощи детям «Обнаженные сердца» Наталья Водянова. В пресс-конференции, которая состоялась прямо в аэропорту, присутствовал и Андрей Тарасенко. Появление кубка в Владивостоке для нас это очень много значит, потому что сегодня Владивосток, Приморский край возрождается. Во время пресс-конференции Виктория Лопырева отметила, что этот трофе-тур очень важен, потому что он объединяет людей. Владивосток не примет участия в футбольных баталиях, но Виктория отметила важность проведения тура по России. Когда кубок приезжает в город, который даже не участвует в чемпионате мира, не принимает игру чемпионата мира, это безусловно оживляет интерес к мероприятию. Чемпион мира Жильберту Сильва сказал, что в приморской столице впервые, отметив, что Владивосток – это второй город в России, который он посетил. До этого был только в Москве. А прибытие в российский порт в рамках тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA – эмоционально важный момент для него. В апреле я побывал на стадионе Лужники на матче Россия-Бразилия. Стадион выглядит потрясающе. Я также видел фотографии стадионов в других городах, и они впечатляют. Я уверен, что Россия обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения грядущего чемпионата мира. Я разговаривал с местными жителями, вижу, как россияне гордятся тем, что чемпионат пройдет здесь. Это удивительная возможность для всех. После торжественной встречи в аэропорту трофей перевезли на Центральную площадь, где состоялась церемония приветствия Кубка FIFA. Владивосток стал первым городом второго этапа тура трофея по России. Напомним, что предыдущий этап российского тура завершился в Сочи в ноябре прошлого года. Официальная церемония приветствия главного футбольного приза состоялась возле здания администрации Приморского края. «Три, два, один, смотрим! Вот он! Попросил всю первую силу! У него есть право прикасаться к этому турниру! Прикасаться к трофею! Он чемпион мира!» После приветствия и флешмоба на площади начался Unified Match. Наряду с организаторами тура, главой Владивостока, депутатами Думы города и парламентариями края, руководителями спортивных клубов, чемпионом мира и супермоделью, в нем сыграли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Завершилась дружеская встреча со счетом 4-3 в пользу белых. Когда мы что-то любим вместе, то это нас может так сплотить, что мы не увидим абсолютно никакой разницы. Мы не увидим, что у человека есть какие-то особенности, например, ментального развития. И это очень важно, потому что это меняет стереотипы, это действительно меняет нас внутри, потому что то, что мы видим, это то, во что мы верим. После окончания матча зрители не расходились. На площади выстроилась километровая очередь из желающих посмотреть на легендарную награду. Даже из-за непогоды людской поток не ослабевал. Все хотели стать частью этого события. Потому что это праздник маленький, и хочется прикоснуться. Это большой праздник. Ну, для нас это маленький, для некоторых из нас, для кого-то большой. Хочется прикоснуться как-никак к этому событию. Увидеть, конечно, во имя Глаздарии, во Владивостоке такое. Один раз, один раз за всю жизнь. Мы решили сходить на такое мероприятие, все-таки один раз в жизни. Очень болеем за нашу команду. Вот он, легендарный трофей Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. И этим летом он найдет новых хозяев. А пока жители и гости Приморской столицы могут сделать памятное фото. Внутри шатра для посетителей на протяжении двух дней работали фотокамеры. Все, кто сделал снимок на фоне Кубка, выходили с готовой фотографией. Пользуясь моментом, конечно же, не могли с ребятами ни попасть, ни сфотографироваться, ни попасть в историю, так сказать. Думаю, что не зря мы простояли. Во-первых, холод такой промерзли, но впечатление получили, потому что я вообще первый раз как бы соприкоснулась вот так близко. Сфотографировавшись с футбольным трофеем, горожане и туристы не спешили покидать площадь. А для того, чтобы у жителей и гостей Владивостока осталось как можно больше приятных воспоминаний от этого мероприятия, организаторы по всему периметру расставили специальные фотозоны. Вот, допустим, сейчас девушка фотографируется на фоне стадиона Лужники. Кроме этого, можно было сделать фото с футболистами, атрибутикой чемпионата, картонным талисманом Мундиале или с живым забивакой. Люди, если честно, стоят здесь, потому что они верят в победу российской сборной, что российская сборная действительно победит, что у нее есть все шансы, и иначе бы просто этого очереди бы не было. Самый престижный трофей в мировом футболе провел три дня в столице Приморья. Два дня в специальном шатре на центральной площади города и один день в ДВФУ. Его смогли увидеть более 12 тысяч жителей и гостей Владивостока. Прилетев в Приморье из Токио, официальный кубок FIFA завершил международное турне по 51 стране мира. и начал финальный этап своего путешествия по России. Трофей посетит еще 8 российских городов, среди которых Новосибирск, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москва. Кубок будет находиться в нашей стране на протяжении всего чемпионата, который стартует сразу в 11 городах страны 14 июня. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Новости на восьмом.